До начала нового учебного года остается пара недель. А это значит самое время приобрести все необходимое для школьников. По статистике многие родители, да и ученики, что постарше, предпочитают закупаться в самый последний момент, за несколько дней до 1 сентября. И каждый раз это серьезный удар по семейному бюджету. В какую сумму в среднем обходятся сборы в школу, расскажет Александра Литкова. Школьная и спортивная форма, ранец, тетради, ручки и пеналы – это лишь малая часть того, что нужно приобрести. В местных магазинах в последний месяц лета – пик покупательского спроса. В среднем, чтобы собрать ребенка в школу, где-то нужно от 10 до 12 тысяч. Соответственно, девочку собрать дороже, чем мальчик, в сумму 10-12 тысяч входит школьная форма, спортивная, сменная обувь. Ну, это без учета верхней одежды. У нас сегодня был покупатель, собирали мальчика первоклассника, одели полностью. То есть, у него было три рубашки, двое брюк, бабочка, обувь они ему взяли тоже. Ну, вот вышло где-то в район 10 тысяч они его одели. То есть, получается, на полный год собрали ребенка. У Светланы Митлиной в этом году два школьника, поэтому и расходы возросли. Говорит, собрать ребенка в школу стоит недешево, но на качестве экономить не стоит. Да и готовиться к школе нужно заранее. Стараемся заранее что-то прикупить к первому сентября. В основном это нарядные, наверное, вещи. И такие, как для физкультуры. Ну, а дальше все по мере необходимости. Второй школьник – это дочка, поэтому нарядов чуть больше, наверное, чем на мальчишек. Большой популярностью среди жителей региона в последние годы пользуются интернет-магазины. Хотя цены на одежду не сильно отличаются от тех, что в местных магазинах, да и качество такое же. А вот канцелярию можно приобрести по более низким ценам. Обычно заказываем, иногда покупаем вот в эрудите, но большую часть заказываем. Для начала тетрадки, канцелярию, портфиль. В магазинах Нарьянмара средняя стоимость канцтоваров составит от трех до четырех тысяч рублей. Граждане берут вот сейчас к школе учебные товары, рабочие тетради, канцтовары. Канцтовары у нас недорогие. Для детей, литературу. Многодетные семьи уже на протяжении нескольких лет могут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с подготовкой к школе. Для получения выплаты заявитель должен предоставить сведения о доходах за 12 месяцев и справку из школы. Заявления принимаются отделением социальной защиты населения до 1 декабря. Право на получение этой выплаты имеют многодетные семьи. Один из родителей, который проживает не менее пяти лет в Ниньцком автономном округе. И среднедушевой доход семьи не превышает двукратного размера. Выплату можно получить на компенсацию расходов на приобретение одежды, обуви, школьной и спортивной формы, канцелярских товаров, спортивного инвентаря. Перечень предметов, которые подлежат компенсации, определен постановлением администрации. Добавлю, выплату на подготовку детей к школе в прошлом году получили 824 семьи. Из окружного бюджета на эти цели направили почти 13,5 миллионов рублей. Ну а те, кто отправится в школу впервые, традиционно будут обеспечены всем необходимым. На 700 комплектов в подарок первокласснику в этом году выделено порядка 800 тысяч рублей из окружного бюджета.